Дорогие друзья! Всех приветствую! Сегодня речь пойдет о бессоннице. Сегодня речь пойдет о бессоннице. Эти опыты проводились не только в фашистской Германии, они проводились и в других странах, но информация об этом в открытом доступе имеется только по факту того, что происходило в те времена, во времена Второй мировой войны, когда над заключенными ставились подобные эксперименты. Так вот, достоверным фактом является то, что человек без сна может находиться 7 дней. Через 7 дней человек полностью теряет ориентацию и умирает. При этом при вскрытии его тела обнаруживается то, что практически все органы находятся в воспаленном состоянии и умирает он и от воспаления и от интоксикации. Во сне человеческое тело ремонтирует себя практически на всех уровнях. Именно сон является основной причиной выздоровления человека, когда он болеет чем-либо. Именно поэтому, когда мы болеем, мы очень много спим. Вообще, у термина бессонница присутствуют и другие значения. Также бессонница известна как инсомния, от латинского in, приставка не и без, somnus, что обозначает сон. А также осомния, от греческого, без сна. Или диссомния, тоже от греческого, плохой сон. Я периодически обращаюсь в таких вопросах в Википедии, поскольку, ну а с чего еще начать разговор? Большинство людей черпают информацию из Википедии, но некоторые вещи, о которых я вот сегодня рассказываю, в Википедии не пишут. Расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством, собственно, самого сна, либо сочетанием этих явлений на достаточно длительном промежутке времени. Причин бессонницы на самом деле достаточно много. Это и неблагоприятные условия засыпания, нарушение гигиеносно, психосоциальные стрессы. Вот одна из основных причин, по которой человек не может заснуть. Именно вдумайтесь в эту концепцию. Психосоциальные стрессы. А также прием некоторых лекарств, особенно химических, разумеется, и наркотиков тоже, различные болезни и так далее. Отрицательное влияние на структуру сна также оказывает сменная работа и авиаперелеты со сменой часовых поясов. Но это зависит уже больше от внутренних биологических часов человека. Фактически бессонница это клинический синдром. Если говорить чисто психологическим языком, который характеризуется наличием повторяющихся жалоб на любые присомнические и длительные засыпания. Или интросомнические, это частые пробуждения в течение ночи, после которых пациенту трудно вновь уснуть. Ощущение поверхностного, невосстанавливающегося сна, когда не чувствуется отдых. Виктория говорит, в моем случае, возможно, от поздних ужинов. Вы знаете, от поздних ужинов вряд ли. Я вот тоже люблю на ночь пожрать и засыпаю замечательно. А вот на голодный желудок как-то плоховато получается заснуть. Поэтому это все, конечно, индивидуально. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. К причинам. Давайте о причинах немножко поговорим. Сначала об обычных причинах, википедийных, так скажем. А потом поговорим о психосоматических причинах. Так вот, если говорить о причинах ортодоксальных, которые нам представляет современная наука под названием психология, то это, конечно, те же самые психосоциальные стрессы, о которых я говорил, то же самое нарушение гигиены сна, о котором я говорил, шум там, смена привычного места, физический и психический дискомфорт, вынужденное смещение ритма. Это как смена часовых поясов. Вот такие препараты химические, которыми пичкают людей современные докторишки, кортикостероиды, тиреоидные, амантодин, некоторые антидепрессанты и нейролептики, психостимуляторы, наотропы. То есть огромное количество химических различных препаратов, которые, некоторые из них, кстати, они предназначены именно для того, чтобы человек уснул. То есть так называемые антидепрессанты. Так вот, эти антидепрессанты, они для человека превращаются как наркотик. Они превращаются, без них заснуть становится невозможно. Поэтому человек подсаживается на них, как на наркотическое средство. Вот в этом их основная опасность, и пользы они не приносят. Кофеин, кстати, содержится не только в кофе. В зеленом чае кофеина больше, чем в кофе. Я думаю, что многие об этом знают. А также есть и в коле, и в шоколаде. Поэтому шоколад на ночь, это не очень хорошая идея кушать. Виктория спрашивает, могут ли сказаться стрессы, которые были ранее, а бессонница пришла с запозданием. Да, кумулятивный эффект возможен. В данном случае Ольчиком пишет. Добрый вечер. У меня это обычно перевозбуждение. Либо мысли всякие лезут, концептуализация ума. Либо поздно встала, и вчера поздно легла. А сегодня надо бы пораньше уснуть, а не как. Все это относится именно к тому самому замечательному набору психосоциальных стрессов, о которых я и говорил. Но, необходимо добавить, что есть еще и неврологические и соматические расстройства, влияющие на сон. Например, эндокринные расстройства. Такие болезни, как гипотиреоз, тиреотоксикоз и гипогликемия, они являются фактором, который очевидным образом нарушает нормальный сон. Заболевания органов дыхания, такие как бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания. Желудочно-кишечные расстройства. Например, изофагальный рефлюкс, неврологические заболевания. Ну, я уж назову стандартный вариант. Это болезнь Паркинсона, деменция, черепно-мозговые травмы. А также инфекционные заболевания. Лихорадка, ночная потливость. Тоже все мешает нормально заснуть. Ну, разумеется, сердечно-сосудистые заболевания. Аритмия, в том числе мерцательная. Ну, то, что в простонародье называется перебой. Ну, разумеется, что и любые состояния, вызванные ярко выраженным болевым синдромом. Ну, когда бой, как заснуть? Атриты, опухоли, непроходимости кишечника, фантомные боли, которые, кстати, чисто психосоматическими являются кожные заболевания. Когда зудит кожа, так или иначе. Ну, больше я не буду разных заболеваний перечислять. Можно долго этот список вести. Но смысл в том, что необходимо понять причину. Человек должен идентифицировать причину, по которой, собственно, происходит нарушение сна. Теперь давайте еще посмотрим психосоматическую причину нарушения сна. В первую очередь, разумеется, это страх. Поскольку все базируется на страхе, все негативные эмоции имеют корень своей причины в каком-либо страхе. А также это недоверие к жизненному процессу. Это некое чувство вины, которое в человеке имеет место быть. Мы виним себя либо за свои действия, которые мы совершили в прошлом. Иногда мы виним себя за неизбежные действия, которые мы должны совершить в будущем. И именно эта вина является определяющим фактором к возникновению страхов и как следствие невозможности нормально заснуть. Как я уже рассказывал в предыдущих передачах, я познакомился здесь с руководителем предприятия, которое выпускает хербал продукцию, Хау Лавор. И вчера я приступил к изучению препарата, о котором будет отдельная передача. Я очень подробно расскажу об этом препарате. Основное его назначение, этого препарата, это регуляция сна. Травка называется сеносямия. Я вам сейчас покажу. Вот так выглядит бутылек. Здесь они даже замечательную наклейку со счастливой девушкой такой, которая на подушке прилегла и так счастливо спит. Ну, тайцы, конечно, молодцы. Каждая капсула содержит 375 миллиграммов экстракта кассии и сиамии. Здесь, в общем-то, больше ничего нет, кроме одного растения. Это монопрепарат. Многие ресурсы в интернете, ну, я пооткрывал, посмотрел и посмеялся сегодня. Значит, люди пишут что угодно, что это антидепрессант, они пишут, что это чуть ли не транквилизатор, они пишут то, что это панацея от всех бед. Не только, что это препарат, предназначенный для регуляции сна, а то, что он и антидепрессант, и то, что он противоневротический препарат. В общем, почитав всю вот эту галиматью, которая там написана на сайтах, которые продают некие препараты с таким же названием, но не этой компанией. Я уже во вчерашней передаче там рассказывал, как здесь препараты забавно выпускают. Смысл заключается в том, что этот препарат предназначен исключительно для регуляции сна и воздействует на центральную нервную систему. Не имеет побочных эффектов и очень эффективен. Это первое. Второе. Это никакой не антидепрессант. Третье. Кстати, сегодня состоялся интересный разговор с нашим другом из Израиля. Ольчика написала по поводу Плюкхау. Она говорит, нашла Плюкхау, такой же, как в банке, но то ли за 7 евро или долларов, что ли, я уж не помню точно за сколько. Присылает фотографию, ну этот скриншот с ЕБ. Я смотрю оригинальную банку. На оригинальной банке вот такая вот круглая печать стоит. На той стоит квадратик. И на оригинальной банке нет сертификации. Там есть этот, не GPI, а как же он называется, из главы-то вылетело. Причем здесь есть специальный значок сертификации. А на ту банку влепили. И центральное общество находится в Бангкоке, а эти продают из Чангмая. В общем, китайцы здесь шлепают что угодно. Насыпают что угодно. И наклейки те же самые делают. А банки здесь можно купить, пожалуйста. На заводе производители. Поэтому очень внимательно нужно смотреть, что, собственно, напечатано на самой наклейке. А, вот Олечка пишет, не Плюкхау, а Трифала. Ну да, точно, Трифала. Плюкхау, это у меня в голове крутится, потому что сегодня попросили много Плюкхау. Вот у меня этот Плюкхау с языка теперь не сходит. Только что разговаривал с другой девушкой. Там кожные высыпания у беременной случились. И, соответственно, начали гнойнички образовываться. Это явный признак неверно функционирующей лимфатической системы. Там и гной из носа пошел. Доктора советуют, говорят, беременной, кушайте мясо. Кушайте, говорит, мясо. Побольше, говорит, кушайте мясо. И совершенно они не задумываются, эти доктора, которые рекомендуют беременной кушать мясо, о том, что все эти животные, все мясо, которое сделано из животных, накачивается стероидами, гормонами роста, а также антибиотиками, чтобы они не болели. И все, весь этот гавнезин попадает и в женщину, и в плод. Вот как после этого им врачами называться, мне совершенно непонятно. Но это их, в общем, дело. Не мне, конечно, судить об этом. Посему, дорогие друзья, по поводу сна. Самый оптимальный вариант, конечно, это приведение собственной психики в сбалансированное состояние. Помимо вот этого препарата, который я показал, для регуляции сна тайский, существует прекрасный препарат северокорейский, который... А вот тот препарат уже не только для сна, он для концентрации внимания, а также для купирования стрессовых, депрессивных состояний, панических атак. Это куибихван. Куибихван, у меня о нем видео есть, кому интересно, тот может посмотреть. Еще есть настойка из трех трав, о которой я много раз рассказывал. Это для тех, у кого совсем панические атаки, а также приступы эпилепсии случаются. Он еще как противоэпилептический препарат. Так вот, необходимо с умом подходить к выбору терапии. Если достаточно простые расстройства, временами не удается заснуть, все-таки через какое-то время заснуть удается, то можно воспользоваться вот этим препаратом. Если более частые и стойкие ситуации, когда человек не способен заснуть длительное время, тогда, конечно, надо обратить внимание на те три другие травки, о которых я говорил. А в долгосрочной перспективе, конечно, применяется куибихван для нормализации и купирования всех стрессовых ситуаций и депрессивных. настроений. Кстати, продолжая тему экспериментов, продолжая тему экспериментов над тем, чтобы человеку не давать спать, не только над людьми проводились такие опыты. Такие опыты проводились и над более мелкими животными, такими как собаки, и над такими животными, как крысы. Крыса, кстати, умирает на третий день, а собака на пятый. Кстати, что еще можно посоветовать? Очень хорошо на ночь выпивать молочка с медом. Теплого молочка с медом выпили. Если вас от молочка желудочно-кишечный тракт не расстраивается, метеоризм не происходит, если кислотность в норме и лактоза принимается. Кстати, и безлактозное молоко, оно тоже хорошо на сон влияет. Теплого молочка, ложечку туда меда, липового особенно вкусно. Размешали, выпили и бабасики. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok